Ежегодно в рамках программы ремонта автодорог нашему городу выделяются средства из областного бюджета. Как отметил глава Уварва Владислав Денисов, перечень объектов, которые предстоит восстановить, уже утвержден. На 2020 год выделено порядка 30 миллионов рублей. Здесь мы провели обсуждение, обсуждение с общественностью, обсуждение с депутатами, с активными гражданами. Именно определить, где и куда будет приоритетно потратить эти средства. Исходя из потребностей, состояние дорог, в этом году будет проведено асфальтирование трёх улиц, расположенных в разных частях города. Это улицы Мирона-Кабрагина, Кузнечная, 40 лет Октября. Новое асфальтовое покрытие будет уложено на площади почти в 12 тысяч квадратных метров, а стоимость работ состоит порядка 18,5 миллионов рублей. Будет продолжена в текущем году и программа щебенения улиц с грунтовым покрытием, для чего выделено почти 5 миллионов рублей. По заявкам жителей сюда вошли 9 улиц, переулков и отдельных участков. Улица Революционная, Трудовая, Красина, Набережная и улицы Новая. Микрорайон Рассвет, переулок Октябрьский, улица Южная, участок от улицы Карла Маркса до Ленинской. Вновь получат реализацию и региональная программа благоустройства дворовых территорий на условиях софинансирования. Свыше 4 миллионов рублей составит сумма, выделенная из областного бюджета. В программу 50 на 50 в текущем году включились 20 дворов. Уже проведены соответствующие собрания у жителей квартирных домов, принято решение, принят формат благоустройства, его объем. И теперь мы уже как администрация города, исполнительный орган власти, приступаем к реализации проекта, где мы являемся заказчиками и контролерами того объема работ, который будет производиться. С каждым годом в Уваре становится все больше отремонтированных тротуаров. В этом году будут построены тротуары по улице Заводская и по переулку Октябрьский. Кроме того, планируется в рамках программы ремонта тротуаров, которые заявлены в области, обновить еще ряд пешеходных дорожек. Сейчас идет процесс выбора и согласования улиц, где они необходимы в первую очередь. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород.